Сельские истории Сельские истории Двигаясь по Гдовской трассе, я остановилась на мемориале поля памяти. Рядом с пушкой расположены стелла, могила неизвестного солдата, надпись «Мемориал благодарной памяти воинам советской армии и партизанам, погибшим на территории Гдовского района в 1941-1945 годах», а чуть дальше по шоссе «Колокол памяти». Вот здесь-то я и обнаружила неприметный поворот с аншлагом Емок. Деревня показалась из-за деревьев метров через 200. На первом же приусадебном участке взрослая женщина степенно вышагивала за газонокосилкой. Оказалось, зовут ее Галина, и здесь она живет уже более 30 лет. Ну, мы свой дом строили тогда, когда еще ничего не было, все на гвоздях, ни шурупов, ничего такого не было. Поэтому вот это вот все железо возилось из Питера, муж возил. А вот дерево, стройматериалы здесь лесопилка своя. И то, по-моему, дом из бруса, и то брус, по-моему, покупался даже не знаю где. Занимался муж строительством, поэтому я как бы никогда не касалась ни к чему. Мы вот живем здесь на хуторе. И, здрасте. Проезжают мимо, все знают, все здороваются. А так мы и туда не ходим, не общаемся. Автолавка приезжает, там народ собирается у автолавки. Она по вторникам, по-моему, ездит. Мы туда не ходим в магазин, в машину сели, на станцию вели в совхоз, поехали за продуктами. Ну, мы все больше в город, в Апсков ездим. По местным магазинам так редко когда, редко-редко. За деревней уже начали питерцы строить на озере дома. А что тут за озеро, как оно называется? Ну, там вот мы называем колхозное. Там раньше ферма была, лошади стояли, телята были. И мы называем, что это колхозное озеро. Местные говорят, что это очень чистое озеро, они брали питьевую воду. Даже немцы, когда здесь немцы же были. Вся деревня была сожжена во время немцев. Осталась одна бабуля, не ушла в партизану, в лес. Не ушла, и ее сожгли. И вот бабуля, кстати, родственница моим родственникам. И говорят, что из этого озера даже немцы брали воду, пили. У нас свое озеро. Ну, у нас Торфяное озеро. Я вот Лавину недавно сделала. Ну, Лавину, это у нас болотистая местность. А чтобы до самого озера сделали дощатый настил такой. Вот у меня тут стройка, половину там, когда мама жила, там. Ну, хлев, хлев. Она просила у мужа, муж ей сделал там хлев. Она собиралась кого-то держать из живности. Ну, никого у нас не было никогда. Я не разрешила. Я говорю, как мух тут разводить? Никаких тут. И вот сломали сейчас хлев, у меня там во дворе бардак. Огородные дела Галину не вдохновляют. Ей больше по душе прогулки на озеро и тихая охота, желательно на белые грибы. Я один раз нашла 50 штук белых, потом второй день 30 штук принесла. А вот последний раз ходила, 15 штук всего нашла. И то уже переросшие такие. А так, а раньше было очень много. Когда мы начинали, тут еще не было никого. А то сейчас же весь Питер, деревня вся из Питера. Вот это, питерские дачники. И все понаехало тут очень много. А к ним стали родственники ездить. В общем, в лесу там черт знает что творится. Уже даже неохота в этот лес идти. Раньше в лес. Я помню, у меня первая машина была. Это в 92-м, наверное, году. Да, в 92-м году мне муж купил Аку. Я научилась ездить на ней. И вот я багажниками в Аке, ну там и багажник, как говорится, вот, багажниками возила. Бывало, зайдешь на поляну и не знаешь, какое первое взять. А сейчас, извините, даже вот за кустик не спрятаться народ кругом. А вы грибы заготавливаете каким-то образом? Может, консервируете? Нет, для себя. Для себя только. Мариную. Вот сейчас начала солить. С маринадом вроде как-то перестали все дружить у всех. А как вкусно посолить грибы? Я никак не знаю вкусных рецептов. Я как вот по старинке, как все деревенские, солили грибы, так и я. Капроновая ведерко. Я солю, у меня нет никаких бочонков, ничего такого. Обычная капроновая ведерко с крышкой, с гнетиком таким пластмассовым. Вот набираю грибы, перемываю, естественно. Отвариваю их немножко, остывают. Беру все переправы, смородина, хрен, чеснок, вишневый листочек, укроп, естественно. Кладу на дно, вываливаю грибочки, солю их. Чесночок добавляю немножко, чесночка. И так слой за слоем, и все. И очень вкусные грибы. Маринованные остаются, а соленые съедают. И как долго ждать, пока они просолятся, когда вкусно стоит? Через 10 дней уже можно кушать. Они отварные, это когда сырые солите, то 40 дней надо. Когда не отвариваете, а вымыли грибы, порезали и посолили. Они 40 дней тогда должны стоять. Приехали первый раз сюда. Тут у нас вот у моей сестры дом, а у нее свекровь отсюда родом. И они стали ездить сюда, бабушка была жива, это свекровь и мать. Вот, и они стали ездить сюда, когда сестра вышла замуж за их внука, сына. И пригласили нас, и нам здесь понравилось с мужем. И мы решили. Вы дом строили или все-таки готовы уже покупать? Нет, строили. Место такое достаточно отдаленное от того, где можно даже приобрести стройматериалы. Вот деревня. А тут лесопилка своя. Ага, то есть рядом там еще деревня есть? Вот она, деревня, начинается прям вот наш дом. И следующая там пошла деревня, целый километр от деревни. И что же вы тут 30 лет делаете? А что, вот живем здесь. У нас вот баня, вот озеро. Вот она черника в этом, в кольце, озеро в кольце. Вот в лесном сосна, березы, леса кругом, грибы, ягоды. И в этом году тоже есть? Есть. И вот какой-то, ну, когда мама была моя жива, она занималась, и огород у нее был. А у вас, я смотрю, все цветочки. Ну, и цветочки буду выводить. Не хочу заниматься, в наклонку сил нет. Хотя и газон косить тоже тяжело. Ну, газон иногда сын приезжает, тут поможет косить. А вот с цветочками тут проблемно. Я уже грядки все убрала. Вот остался парник, как памятник стоит, нерукотворный. А внутри? Ну, внутри там сидят помидоры, но тоже очень мало помидор. Я не умею ухаживать за ними, поэтому они растут сами по себе. Хотят, вырастут. Не хотят, как хотят. Сельские истории. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62 92 90. Обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для всех жителей деревни Ямук Гдовского района. Я прощаюсь. Через неделю расскажу очередную сельскую историю. Цветы России, скромные цветы, Не раз от встречи с ними сердце пела. Я узнаю страны своей черты в небесном васильке в ромашке белой. Иду я чистым полем не спеша. И в сердце дай в цветах неповторимые цветы, Цветы в них родины душа. И красота необыкновенный теплый день весенний Застыла в красных маках кровь солдат, Погибших на полях больших сражений. Иду я чистым полем не спеша. И в сердце дай в цветах неповторимые цветы, Цветы в них родины душа. И красота необъяснимая. Иван да Мария верности цветок В одно двор и не объединяет. И не страшна Ивану пыль и дорог, Его ждет в море ждет, он это знает. Иду я чистым полем не спеша. И в сердце дай в цветах неповторимые цветы, И цветы в них родины душа. И красота необыкновенная. И в сердце дай в цветах неповторимые цветы, И цветы в них родины душа. И красота необыкновенная. И в сердце дай в цветах неповторимые цветы,